Вам, получается, 60 лет, то он единственный кормилец семье, да? Спрашивание его, что вы не находите? А он на ЖТВ не один находится? Вопросом на вопрос, чтобы позже дать четкий ответ. Либо перенаправить в профильное ведомство для более детальной и предметной работы. Мобилизация – центральная тема, звучащая в наушниках операторов службы 122 с 23 сентября этого года. В первые дни ульяновцы уточняли, кто именно подлежит к призыву, кому положена отсрочка. Тема сложная, и зачастую, прежде чем начать разговор, нужно человека успокоить. Иногда перевести на линию с психологом, уже потом переходить к детальному обсуждению ситуации. Сотрудники службы изучают огромное количество информации, которая пополняется ежедневно, дополняясь комментариями Минобороны, профильных ведомств и регионального правительства. Большую помощь нам оказывает наш государственно-правовое управление, потому что они нам помогают разбираться в каких-то тонкостях юридических. Кроме того, мы имеем возможность привлекать наше государственное юридическое бюро. Время сейчас темное, и не потеряться в тревогах помогают люди, давая четкую, внятную информацию, помогающую разобраться в сложных ситуациях. До глубокого вечера работают сотрудники службы 122, обрабатывая каждый телефонный звонок. После окончания рабочего дня в 8 вечера все поступающие звонки записываются в автоматическом режиме. Утром их прослушивают, перезванивая с готовыми ответами. Руку на трубке держит 11 человек. С начала мобилизации ими обработано 11,5 тысяч заявок. Сейчас, когда областной резерв бойцов набраны, актуальные темы на линии, социальная поддержка, обмундирование и экипировка мобилизованы. Готовятся к фронту, заботясь о детях. Поэтому один из самых частых вопросов касается также поддержки семьи с детьми, бесплатное питание в школах и посещение детского сада. Главное, что нужно сделать, это взять справку в военкомате о том, что глава семьи, как говорится, или мобилизованный, находится сейчас в воинской части. Вот эту справку они получают. Соответственно, уже это основанием идет для того, чтобы назначить эту льготу. Финансовые сложности семьям мобилизованных помогают решать в социальной защите региона. Благодаря областному и федеральному бюджетам деньги находят. Возможно, сразу всем помочь не смогут, предупреждают в ведомстве. Но сделают это обязательно. Учитывая, что кредитное бремя, например, со многих временно сняли. Мы тоже выяснили все вопросы, которые есть по кредитным обязательствам. Все данные, которые у нас есть, направляются в банки. И мы также держим на контроле. Но вот на сегодня уже где-то порядка 12% семей, у тех, у которых были проблемы с кредитными обязательствами, они решены. Обещают помочь и не бросить. Но несмотря на всю поддержку государства, главным для семей мобилизованных остается жизнь и здоровье родных. Маргарита Матюшинская, Юрий Давыдов, репортер 73.